27 января 43-го года. Это день, которого ждали сотни и тысячи ленинградцев. Спустя 70 лет мы помним и гордимся подвигами сограждан. Но в Томелинском центре культуры прошла встреча школьников с очевидцем блокада Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны. Я помню, первая война, которую я воспринимал, это бомба была сброшена где-то в районе зоологического сада и был убит сон. Будучи ещё ребёнком, Николай Васильевич Князев встретился с войной. Сейчас ему 87, и он делится своими воспоминаниями тех блокадных дней с нынешними школьниками. И до сих пор, рассказывая о тех событиях, он с особым трепетом и радостью говорит о самом главном дне в его жизни. Для меня главный праздник – прорыв блокады Ленинграда. Почему? Потому что вы даже не представляете, как ждали. Ждали, когда прорвут блокаду и когда откроется второй фронт. Представить, как в то время жили без тепла, еды и в обстановке частых обстрелов школьники не могли. Отмечая, что ветераны – особые люди, и многому ещё у них нужно учиться. По его рассказам не хотелось бы нам даже такого пережить. Того надо понимать, всю историю нашу, чтобы в дальнейшем такого не произошло. Помимо рассказа блокадника, для школьников выступили ветераны. Они исполнили стихи и песни военных лет. Любимый город может спать спокойно, и видеть шли, и желе не следива шли. Знать историю своей страны, помнить тех, кто дал нам будущее. Главные задачи подобных встреч, которые проводят в Томилинском центре культуры и семейного досуга. Я думаю, они поняли, что надо обязательно защищать нашу Родину, надо обязательно служить в армии, и, конечно же, быть достойными памяти наших отцов и дедов. Так в этом году отметили 74-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда. Мария Антонова, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.